Приветствую всех любителей сдвижных откатных ворот. Речь в этом видео пойдет о том, как можно просто установить фотоэлементы безопасности именно изнутри, со стороны двора, и как подключить их к автоматике. Обычно эти инфракрасные датчики-препятствия монтируют на стойках ворот со стороны улицы, на высоте около полуметра. Однако для этого необходимо заложить кабели еще на этапе строительства ворот, но на готовых воротах это сделать уже сложнее. Можно, конечно, установить датчики во дворе на двух столбиках, но они будут занимать место на участке, и к ним, опять же, нужно прокладывать кабель под землей, под плиткой, например, что тоже сложно. Есть простое альтернативное решение, которое работает в нашем приводе DOR от Sony XLR. Дальний фотоэлемент вместе с умной кнопкой открытия-закрытия ворот располагаются на горизонтальной выноске, отходящей от стойки в сторону двора на комфортной высоте 80 см. А ближний фотоэлемент встраивается прямо в сам привод и находится под прозрачным корпусом из толстого стекла на высоте 15-20 см над землей. Таким образом, инфракрасный луч проходит по диагонали между фотоэлементами, что позволяет блоку управления достоверно определять бампер автомобиля. Благодаря фотоэлементам безопасности, контроллер никогда не станет закрывать ворота, если в проеме уже есть препятствия. Если препятствия появляются во время закрытия, ворота остановятся и сделают небольшой откат назад. Кроме этого, автоматика DOR умеет закрывать ворота автоматически сразу за вашим заездом или выездом со двора. Не через 5-10 минут ожидания, как это реализовано в стоковых автоматиках, а сразу через несколько секунд, что очень удобно. Наша схема прокладки кабеля предельно проста. Всего один сигнальный кабель под землей проходит от привода к дальней стойке. Кабель имеет минимум 4 жилы в экране, где 3 жилы фотоэлемент и одна жила кнопка. Можно также, используя кабель с большим числом жил, установить на эту же дальнюю стойку и сигнальную лампу, и вежливую подсветку, чтобы вообще не заниматься этой проводкой на ближней стойке. Очень удобно. Все навесные компоненты размещаются только на дальней стойке, а ближняя стойка остается полностью свободной. Ее фотоэлемент встроен в привод. Разобрав датчики препятствия, можно видеть, что их платы различны. Более простая плата с двумя клеммами – это инфракрасный передатчик, а более сложная с четырьмя – инфракрасный приемник. Передатчик можно размещать на солнце, а вот приемник для надежности лучше защитить от попадания прямых солнечных лучей. Для этого можно предусмотреть какой-то козырек, либо просто поменять фотоэлементы местами, разместив приемник в тени. Рассмотрим назначение контактов фотоэлементов безопасности. Передатчик имеет всего две клеммы «плюс» и «минус», на которые подается напряжение питания от 10 до 30 Вольт, в нашем случае 12 Вольт. Приемник имеет такие же клеммы питания «плюс» и «минус» и еще две клеммы «аут» и «ком» – это выход контакта реле приемника. Тип контакта «нормально замкнутый» или «нормально разомкнутый» можно выбирать с помощью джампера на плате. По умолчанию контроллер «Дор» настроен на использование «нормально разомкнутого» контакта, поэтому и здесь мы выбираем «нормально разомкнутый» контакт. Для пользователя это проще, поскольку при отсутствии фотоэлементов не нарушается нормальная работа ворот и не нужно вместо инфракрасного приемника ставить перемычку на контроллере. Но для повышения надежности вы все-таки можете изменить настройки и использовать «нормально замкнутый» контакт. Подключение фотоэлементов безопасности показано на монтажной схеме автоматики. По умолчанию в приводе устанавливается приемник, а на дальней стойке ворот – передатчик, но их можно поменять местами. От платы контроллера к каждому фотоэлементу подходят три провода. Граунд – черный, это общий провод земля. ИР – желтый, вход для инфракрасного датчика препятствия. И Акт Плюс – красный, специальное питание, которое включается только во время активности ворот. Отключая питание всей периферии, кроме GSM, то есть фотоэлементов, магнитных датчиков и силового модуля, мы снизили энергопотребление в ждущем режиме и теперь можем обеспечить работу автоматических ворот, всего от четырех литий-ионных аккумуляторов 18650, заряжая их от 30-ти ваттной солнечной панели. Далее. Умная кнопка со светодиодной подсветкой подключается синим проводом ко входу ки и черным к граунд. Автоматика управляется и настраивается всего одной такой кнопкой. Если в настройках на внешнюю кнопку задать пароль и установить параллельно две таких кнопки изнутри и снаружи двора, то можно полноценно пользоваться воротами и без пульта. И обычная с виду кнопка на воротах превращается в секретный кодовый замок, открыть который может только сам хозяин. Далее. Мигающая сигнальная лампа, это может быть светодиодный проблесковый маяк на 12 или 24 вольта, подключается оранжевым проводом к выходу активности Act Plus и зеленым к граунд. В отличие от других, лампа здесь тоже умная. Она не гаснет после открытия ворот, а предупреждает еще некоторое время проезжающий транспорт о возможном нашем выезде. Далее. Вежливая подсветка в виде светодиодной ленты, тоже на 12 или 24 вольта, подключается белым проводом к выходу Lamp Plus и зеленым к граунд. Здесь показан пример безопасного привода DOR, в котором реализованы изложенные выше принципы. В данном случае это правосторонняя сборка, то есть ворота открываются вправо, если смотреть со двора. Основа автоматики это плата управления откатными воротами DOR DC версии 5. В отличие от предыдущей, эта плата уже содержит 4 встроенных реле, открытие, закрытие, лампа и активность. Имеет сниженное энергопотребление и с помощью внешнего модуля может регулировать скорость и силу тяги мотора. Здесь установлен GSM приемник для открытия ворот по звонку с телефона. Один из фотоэлементов безопасности встроен в сам привод, а второй фотоэлемент вместе с умной кнопкой, сигнальной лампой и вежливой подсветкой выносится на кабеле заданной длины, которая оговаривается при заказе привода. Итак, мы рассмотрели функционирование и принцип диагональной установки инфракрасных датчиков на нашей автоматике DOR. Автоматика работает на откатных воротах по настоящее время, совершенствуется и становится все более умной, удобной и оригинальной. Благодарим за внимание. Получил привод DOR. Сейчас покажу. Что понравилось? Что здесь очень простая установка. Всего один капель, который дает производитель, проходит под землей и до противоположной стойки. И на противоположной стойке уже размещается и ответный фотоэлемент, и умная кнопка для управления воротами, сигнальная лампа и вежливая подсветка, но в данный момент ее пока нет, все в процессе. Все это установлено на одном столбце. Мне не пришлось страбить свой столбчик, который выложен из кирпича, потому что этот элемент находится внутри двора. Также очень удобно то, что привод питается 12 вольт. То есть я сюда проложил капель, по которому заряжаю вот этот старенький аккумулятор от этого мобиля. По кабелю идет 12 вольт, это безопасно. Очень радует функция GSM, с помощью которой я могу открывать свой привод по звонку с мобильного телефона на подъезде домой. Один звонок набрал, подъезжаю, ворота открыты. Также меня радует функция, что я могу выезжать, и за мной ворот автоматически закрывается. Срабатывает датчик крепястый, проехала машина, уехала, и ворота закрываются сами. Также я могу сказать, что этот привод действительно мягкий, эти ворота можно остановить буквально двумя пальцами. Мне удалось отрегулировать и скорость, и силу тяги на нужном для меня, для моих ворот уровне. И эти ворота теперь безопасны как для машины, так и для детей. Что в первую очередь самое главное. Установка была очень простая, работает этот привод уже у меня около полугода. В принципе, я доволен.